Итак, дорогие друзья, снова здравствуйте! С вами на связи Олег Лагодвин и мы продолжаем наш тренинг по мануальному массажу. Это именно такая специально важная методика массажа, где применяется очень много локтевой техники, очень много всевозможных вибраций. Эти все техники постоянно микшируются и поэтому это бывает сложно запомнить именно саму технологию, как это все делается. Делается этот массаж именно для того, чтобы максимально растрясти, разгрузить позвоночник, костно-связочный аппарат и декомпрессировать весь позвоночник от крестца вверх к голове. Ну и соответственно это все делается для чего? Для подготовки к дальнейшим манипуляциям мануальным, а именно там траст, хруст. Вот, для этого мы работаем, начинаем с левой половинки тела человека. Обязательно поворачиваем его голову в нашу сторону, потому что вот плечо и терапевство со стороны шеи мы также будем обрабатывать. Левая рука его максимально лежит отогнутая назад, если что можно даже побольше вот так вот отогнуть, а правая рука наоборот вверх. Ну тут как удобно человеку, может повыше, пониже, может голову на нее положить. Соответственно, поскольку у нас массаж локтевой предполагается, то тогда при нанесении масла мы заранее и смазываем свои собственные локти. Только, как видите, я это делаю достаточно аккуратно, чтобы просто так никуда ничего не набрызгалось, ни на простыни, ни на пол, ни на вашего дорожающего пациента. Надо его беречь. Без долгого разогревания мы будем использовать сразу активное трение у нас включается. То есть это все достаточно быстро делается. То есть трение там мы тоже, когда будем локальную зону обрабатывать, либо лопаточную, либо ягодичную, то там тоже уже дополнительно будем включать трение. Итак, с чего мы поступаем? Ну, во-первых, с нанесением масла и такого мягкого уже растирания, поглаживающего, да, то есть это уже приемы массажа. Можно в этот момент уже включить руки до локтя и делать такие вот так называемые восьмерки. Прием трения спиралевидный. И два-три прохода делаем трение продольное вдоль всех его самых больших участков мышц. Тут же трение переходит в внедряющее трение нашим ребром ладони от позвоночника и паравистабральной мышцей. То есть между асистым отростком и паравистабральной мышцей вот сюда вот пытаемся внедриться. Прием стежки называется, потому что мы делим тело на четыре сначала участка, потом на три, как вы помните, потом на два участка, да, и быстро энергично. Прямо от креста начинаем. Стараемся внедриться в тело человека и как можно быстрее согреть его и отодвинуть паравистабральные мышцы от позвоночника. Основная технология массажа у нас заключается в том, что все приемы мы делаем только снизу вверх, в сторону сердца. Ну, соответственно, от головы сюда, от руки тоже к сердцу. Ну, вот эти массажные наши приемы уже глубокого внедрения в месистые части тела человека мы делаем от центра периферии. Соответственно, от позвоночника сюда и от всех костей мы делаем, как бы, ну, грубо говоря, отрываем мясо от костей. Стараемся как можно больше его оттуда вот увести. Разогрев, сразу переходим к локальной зоне лопаток, где меняем наше положение рук от просто ладони, да, тогда пальцем в смеси, до одна ладонь, одно ребро. Идет сразу захват мягкий тканей, то есть такой переходящий трение в разминающий момент. Потом заменяем ладонь на все предплечье, тут же. Делаем продольную вдоль мышц плеча, а здесь у нас мышцы идут вот так вот растут, по таким вот векторам. от бедренных костей, а потом поперек, поперек это значит вот так, против этих мышц, а здесь, соответственно, вот так против этих мышц. Быстро показываю. Делаем всю методику целиком, буквально за 10-15 минут. Обязательно захватываем трапецию, мы часто-часто к ней будем возвращаться, и как бы ее пытаемся поднять как можно выше. При этом можно рукой одновременно массировать шею, вот человек, как я виделись, вот мы ее как бы так немножко проворачиваем шею и руку тоже. Это вот такой прием с вращением. Техника роллинга называется. Она обычно выполняется либо медленно, либо вместе с трением. То есть, наши руки ходят вот так вот, спираливильно. И сразу же, не меняя свои позы, не переходя личный раз вперед-назад, я перехожу на поперечные. Поперечные разглаживаем этих мышц. Большие, широчайшие мышцы спины захватываем, до ягодиц доходим. И если видеть, то тут вибрация уже включена, то есть, с широкими жестами, но все тело человека, вот видите, оно скачивается вплоть до пяток. Переходим на более мелкую вибрацию. Прием змейка называется. То есть, по факту, мы вот этот кольцевой захват классический, да, заменяем на локальную зону паравистабольной мышцы, вот так вот, впускаем ее змейкой до того места, где можно за нее еще ухватиться. Следующий прием, вибрация, вот такая, тремор. Быстро-быстро-быстро-быстро, она поверхностная. Потом сразу же меняем вектор вибрации, это уже получается третий элемент, да, качающий, вот такой качели. Но эти качели мы пропускаем область почек и главочек ребер, и вот силы уже давим там, где пошли реберно-позвоночные сочленения. Амблитуду можно менять любую, как вам нравится. Побыстрее, помедленнее, с каким-нибудь вот упором, там, где вы чувствуете, что есть напряжение. При этом можно добавлять, желательно рука, чтобы упорная была прямой, противоположная рука, она задает движение. И вот этой прямой рукой вы можете дополнительно давать импульс за счет своего веса. Немножко вот так надавляем и головой качаясь, как маятника. Следующий вид вибрации будет, если эта вибрация у нас была вперед, вектор под 45 градусов в тело и в стол, вот туда вот, в пол вперед, да, то следующая, и она была предназначена для реберно-позвоночных сочленений, вот здесь, да, то следующие вибрации будут направлены большим пальцем именно в остистые отростки. То есть остистые отростки, если пальцы это остистые отростки, да, они должны быть на одной линии идеально. Но часто бывает дисбаланс, ротация их, и мы как бы в каждый позвоночек подбиваем, пытаясь его стимулировать вернуться назад. Если человек худой, то это иногда даже и получается. То есть вот впились в тело. Само движение похоже на выжимку, то есть можно отдельно выжимку сделать подмышечную впадину, да, подключечную, а можно выжимку сделать с большим пальцем. Для этого у нас используется утяжеление, и вот эта рука будет у нас ведущий, то есть она задает качение. Вот такие подкачивающие движения, видите, в другой системе координат у нас сейчас вибрации. Поскольку мы сразу уже внедрились глубоко, это первое наше такое достаточно глубокое внедрение пальцем, то можно переходить к следующему приему, прием лапа леопарда. Для этого поджимаем пальцы так, что как будто бы, ну, любое кошачье животное ноготки убрало, да, когти свои убрало. И это за прием, он у нас используется и как щипковый, и как растирающий. И круговые движения мы делаем, и как шестеренки. Шестеренки делаются вот так вот. И еще этим же приемом мы делаем раздвигающие движения, вот так вот в ширину. То есть от самого узкого места, да, пошили, расширяя как бы наши пальцы. Ну, как это делается? Вот, например, вот такие вот шестеренки. Потом можно включить вот такие вот шестеренки друг против друга. Когда у нас достаточно большие объемы тела захватываются, и вот так вот достаточно глубоко прорабатываются. Потом хаотичное пощипывание. Кольцевой захват из классики, который делается вот так вот против массы, подается тело к большому пальцу, большим пальцем потом подвигается. Подвигается, подвигается. Мы заменяем тоже на шестеренку. Берем и отодвигаем. То есть это вот достаточно такой вот серьезный, сложный прием. С лопаткой мы приподняли ее. Обас приподняется вот раз, два, обас положения силы, и три. Два, и три, прям само ключево. Два раза приподняли, и один раз приподняли полностью, потрясли, так что он как бы выпал у нас из руки, как будто бы она вытекла, и сама лет запасов, собственно, тяжесть у нас полна. Таким образом, мы уже практически создали область здорового румянца с явно выраженной гиперемией, да. Это очень хороший показатель. И переходим к более глубокой работе. Будем открывать, опять, идя от крестца вверх, открывать ключи будущих шлюзов. И следующее прием у нас будет открыть шлюз и запустить воду. Для этого мы обоими кулаками уже по-другому складываем руку. Кулак складывается как в карате. Работаем вот этими костяшками пальцев, глубоко внедряясь между остистыми отростками и парагестабральными мышцами. Отдвигаем их в сторону. Даже можно заметить, как они движутся. Открыли ключи, да. Теперь открываем шлюз. Та рука, которая у нас ближе к голове, она у нас как бы ведущая в данном случае. Открыли шлюз, вода потекла. Открыли шлюз, следующий, вода потекла. Открыли шлюз, вода потекла. Открыли шлюз, вода потекла. У нас нету отдельных процедур для лимфодренажного массажа. Этот массаж он внедрен уже здесь в процессе. То есть после каждой обработанной зоны, когда появляется гиперемия, когда там идут уже продукты распадов клеток, когда идут большие обменные процессы в организме, мы уже вот эту всю жидкость межклеточную, лимфатическую стараемся выводить постоянно в эти зоны. Внутри зоны, вы помните, да, это в паховую зону, в подмышечную зону и в подключичную зону. После этого переходим к растиранию области ягодицы. С лопаткой как бы мы уже поработали, да, теперь с ягодицей. Весь крестец берем и растираем опять теми же самыми способами. Сначала так, потом вот так, потом одна рука вот так, потом плечи. Делается это быстро. Быстро, чтобы был слышен шорох такой. Шик-шик-шик-шик-шик-шик-шик-шик. Это значит, идет трение, а трение превращается в тепло. Человек сразу чувствует такое приятное потепление в этой области, где всегда и хотелось, где всегда этого не хватало, да? Вот, ну как вы заметили, я уже и в эту сторону продольный сделал, и поперечный уже сделал, да? Вот теперь прием, вот это разжимание лапа леопарда от крестца. Короткое такое движение. Отодвигаем мышцы ягодичные, небольшой ягодичной мышцы. То есть, ну вот, вы видите, вот крестец идет, да? И мышцы крепятся к нему вот здесь. Переходим на глубокую проработку соединения пояснично-крестцового и крестцово-подвздошной кости. Тут есть многие колесенькие мышцы, про которые обычно никто не думает. Из массажистов вообще нет, где про это учат и рассказывать. Уже добавляем пальцы для глубокой проработки. И есть точки. Ну, про точки смотрите наше другое видео отдельное, где мы подробнее про них расскажем. Сейчас в общем программе я, моя цель продемонстрировать всю систему, как бы, от и до. Вот еще раз шестеренки включаются по всеми ягодичным мышцам. Ну, практически, где вот мясистая часть, два прохода у нас получается. При этом я сразу, видите, отодвинул тело так назад, чтобы рука моя автоматически сместилась на противоположное бедро или таз. И она вот упирается, она делает упор. Тут достаточно силовы такие приемы. Вокруг вельцева бедренной кости. Потом берем кулачками, хаотично сжимаем всю ягодицу. Как будто бы унесем большой кусок теста. Отдельной проработки пальцами можно проработать спазмические участки и область седалищного нерва. Но про это тоже есть отдельное видео, специально, как мы будем разблокировать седалищий нерв. Кстати, найдите на моем канале в ютубе, как разблокировать седалищий нерв. Там целая серия уроков есть на эту тему. Поэтому сейчас останавливаться не буду, а скажу, что мы после этого добавляем опять вибрации. Если мышцы идут у нас вот так вот, то от большого вертства бедренной кости мы кулачком все эти мышцы провиблируем до места их крепления. Плюс сам крестец, с утяжелением можно пройтись. И тут у нас пальцы раздвигаются, и между ними стоят артисты отростки. Мы их крепко уже зацепили, и таким серьезным глубоким проминанием расшатываем вес позвоночника до того момента, до сколько позволяет шея или складки на теле человека. И сразу же переходим в локтевую работу с ягодицей. Прием называется «Нож входит в масло». Когда от мизинца мы доходим до самой широкой части локтя. И самим острием локтя тоже входим в него, в тело. Входим, соответственно, по диагонали получается. Смотрите, вот мышцы заканчиваются здесь. Крестец, на самом деле, кость крестца, она чуть выше. Вот тут заканчивается. И наша задача – декомпрессировать. То есть мы раздвигаем тазовые кости от ребер, вот так вот в стороны. Достаточно глубоко, входя в тело человека. Тут же наша рука превращается в круговые движения. Концентрическими кругами всю ягодицей разминаем, доходя до вот этой вот выемки. Ну, там такая ямочка есть, где воздушная кость у нас начинается. Еще раз показываю. В этот момент вторая рука ушла на предположенное плечо. Или можно вот на это плечо, чтобы дополнительно придерживать человека. Потому что движение достаточно мощное. После этого мы рисуем птичку. Такое птичка называется «Птичка с подковами». Вот как бы от крестца локтем рисуем поверху подложной кости до сюда. То есть получается вот раз, два. Ну, как чайку обычно рисуют, да? Вот такую. А подковы – это вот только вот эта мышца. Мы локтем будем делать вот такие подковообразные движения. И так же с этой стороны показываю. От крестца по подвздошной кости. Подребними ее пошли вниз. Сделали подкову. Так вот приподнимает мышцу. Малую ягодичную мышцу. Уходим птичкой обратно. С другой стороны. И так же вот ее приподнимаем. Один-два прохода достаточно таких сделать. И опять наш локоть стоит на нашей точке, где впазинка. И мы будем сейчас во всем делать продорное движение по ягодице. А вторая рука у нас идет навстречу, дополнительно вибрируя вдоль остистых отростков. Движение сложное, но надо претензироваться, потому что, получается, руки работают асинхронно. Большими разминающими движениями. Ну, что такое восьмерка? Там тоже у меня есть отдельное видео. Визуально я вам покажу, что это как бы вот такие движения. Вот такие. Можно с локтем. Можно только руками делать. Всю ягодичную мышцу разминаем. С восьмеркой переходим сюда. Массово разминаем все вместе с шеей. Тут же переходим на движения. Вот такие вот продольные. И опять наш локоть оказался на этой косточке. Спускаемся локтем чуть повыше, чтобы сейчас будет ударная техника, чтобы бить по гребну костей, в мякоть бить нет смысла. Мы опять декомпрессируем. То есть от этой точки мы нижнюю кость декомпрессируем вниз, позвоночную декомпрессируем вверх. Заодно и как диагностика, можно у человека спросить. Если отдает от ударов вот сюда, стреляющую боль, ничего не отдает, то есть подозрения на грыжу. Если не отдает, то все нормально. Этим же локтем вдоль паравиштебральных мышц мы идем сперлевидно вверх. Раздвигая рёберно-позвоночное сочленение, если у вас, ну тут на самом деле все ромким локтем идти, например, тот, который стоял, мне удобнее его и не менять. Если есть желание, то можно опять же взять восьмерку и заменить другим локтем. Вторая рука у нас как дополнительный упор. Видите, мы всем темом двигаемся. Можно менять остроту локтя и, соответственно, силу нажатия. Либо острием, либо между этими двумя косточками идет вот такое раскирание, либо вот этой плоскостью, треугольником. То есть получается достаточно широкие такие движения. Ну тоже достаточно. Два-три прохода сделать. И далее локоть у нас превращается теперь всем предплечным работаем в рубанок. Вот такие вот движения. Быстро-энергичный. Ягодицу вперед. И потом этим же приемом схватить можно какого угодно. Нож за палец можно вот так схватить, можно вот так же схватить свою. Ягодицу с тазами по стенам прилегаем вниз. Квадратные мышцы поясницы растягиваем. Сверочайшие мышцы растягиваем. И быстрыми энергичными движениями торец растягиваем. Далее прием следующий. Перед запуском регаты ставим лодочки. Это вот мы так внедряемся в тело и разжимаем костяшками мизинцев вот этими, да, реберно-позвоночные сочинения. Поэтому там, где ребер нету, вот в этом участке, да, мы делаем достаточно широкий захват и вот так немножко подержим, чтобы растянуть еще больше поясницу. Где ребра, мы внедряемся с выдохом, доходим до конца. и поставили как бы яхту, да, пошла регата. Для этого мы первая яхта вышла, пустила волну. Всем, всеми локтями растягиваем еще раз дополнительно. Декомпрессируя весь подвоночник и отдел шеи. Получается так же у нас. Раз, два, три, четыре прохода, потом раз, два, три прохода, раз, два прохода. Вот сейчас показываю второй проход. И последний проход у нас ставим локти вместе. Они будут двигаться вот так вот в противофазе. Дополнительно растрясая, раскачивая позвоночник. Уже достаточно сильное нажатие. Но при этом, если видите, то вот эта рука качает из сердца. Она не скользит. Скользит только та, которая в сторону головы направлена. Следующий проход как раз вот глубоко декомпрессика нам глубоко вставили локоть. Второй вставили поближе уберевшись в подвздошную кость. И всем своим весом расцениваем человека вперед. Вот уже был хруст. Шикарно. Шикарно, да? Вторая рука догоняет эту руку так же, как там вот тут вот делали помните локсом. Тут у нас уже этот локти остался здесь. И по парам между дворным мышцам она ее догоняет, а эта рука подает трапеция. дополнительно ее промяли и перешли к работе с лопаткой. Для этого упираемся ну, подняли руку, да? Положили назад. Упираемся своим весом на крестец. Эта рука у нас будет управляющая. Она подгибает так, как нужно нам плечо повернуть. их нужно открыть здесь. Она расширяет его. Если нужно открыть лопатку, опускает. Если нужно лопатку с этой стороны открыть, приподнимает вот так. То есть эта рука у нас маневрирует, а эта рука начинает действовать. Значит, опять растерли локально лопатку. Растерли большим пальцем ну, и всей ладонью запястью. И перешли на локоть. Тут можно все триггерные точки продавить там, где можно почувствовать или прожать непосредственно жаберную дугу. Возвращаемся опять к трапеции снова и снова приподнимая ее. Прожимаем точки ковнуктурные. Они же совпадают с триггерными. Точки достаточно болезненные, но потерпеть стоит. И теперь торопительное мышцы она у нас отсюда идет вот до сюда. Вот так вот туда. Вдоль ее волокон вибрацию кулаком. стараясь отодвинуть лопатку как можно дальше от позвоночника. И опять разминая круглые мышцы мы вводим всю кровушку и лимфу в подмышечную зону. Массаж спины на этом можно закончить. Дополнительно межреберные мышцы мы стимулируем такой легкой вибрацией. Для подготовки к дальнейшим мануальным манипуляциям еще один вид вибрации это постукивание. Любыми способами про все виды постукивания там у нас тоже. Есть отдельное видео смотрите на нашем канале Академия Интересно-Овентированных практик так оно называется так канал называется в ютубе потряхивание и покачивание это тоже разное разновидность вибраций. Не забывайте про это но все процедуры мы финалим такими успокаивающими релаксирующими движениями. Вот на этом можно сказать массаж спины у нас закончен. Человек согрелся взбодрился и все наши дальнейшие манипуляции смотрите на нашем канале а лучше приходите на тренинги чтобы получить все навыки ваши руки и уйти отсюда здоровым и востребованным специалистом. До новых встреч! Дорогие друзья